утро ранее утро доброе третий день третий день еще не проснулись глаза до конца не открыли но хотя в принципе уже восемь часов но уже на автовокзале на жд-вокзале не проснулись сегодня опять вильнюсе и снова виллу у нас сегодня по плану мы едем в тракай 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 хотим посетить замок знаем что что мы знаем мы знаем что нужно будет идти до него очень очень долго минут 40 по крайней мере так навигатор от вокзала еще минут 40 идти до этого замка ну и по возможности если у нас не успеем мы все-таки хотим попасть в жопе как-то там до ударения ставится поэтому поэтому моя любимая группа я вам говорила что давайте погадаем от 1 до по-моему до 48 или до 41 надо посмотреть в общем начинайте думать о предстоящем году или неделе о каком-то там событии загадывайте число и мы потом с вами пишите под комментарием и мы с вами потом разыграем разыграем посмотрим что у вас что у вас ждет будущее тракай площадь старой части города составляет 169 гектаров старый тракай один из пяти старых городов находящийся под охраной государства в литве город интересен своим неповторным географическим положением и деревянной архитектурой замечательная планировка города летом она линейная город растягивается вдоль озера а зимой радиальная можно перемещаться по замешан озерам главная улица пересекает весь полуостров на котором расположен город эти деревянные домики и и и и и и и и и ну здесь тоже кстати немноголюбно может песню споем лазила в это время я кстати много много видела этих самых скажи мне много видела картинок в интернете но вот вживую вижу первый раз на какой-то арт-магазин видишь поэтому такие выдумщики может зайдем вот мы уже практически дошли замка зашли в информационный центр здесь можно бесплатно взять брошюрку с картой почему только на вокзалах не было вот это вот было интересно что во всех вокзалах которые мы были обязательно были брошюрки вот и сейчас мы идем замок вот через этот мостик но его пока из-за тумана не видно на самом деле очень красиво уже не перей смотреть а пить ах ты какие красота личке и нас хлебушками чего я делала взять куросанте ну правильно да мы правильно нам сюда слушайте действительно вода прозрачная да видно ну через экран не видно тракая сохранилась два замка полуостровной и островной построенные в четырнадцатом семнадцатых веках они выполняли основные функции книжеского замка позднего средневековья военную то есть центр военной операции средством военного контроля под округом административно-политическую или как нижняя резиденция место где концентрировалась политическая жизнь страны и культурно-хозяйственная и место торгового центра вместо высшей элиты и народной культуры замки были местом постоянного настоятельства или классные волосы что позволяет именовать тракай в древней столице замок на острове единственный замок в восточной европе построенный на острове замечательный пример готической архитектуры это одна из самых неприступных крепостей ни разу за всю историю врагам не удалось не захватить а мы сейчас будем ее захватывать за восемь евро между прочим да да вот 8 евро у гусики но я надеюсь что это стоит того этих денег потому что у этого экскурсии были в основном по 454 3 4 3 евро 3 но вчера прибыла в каунас а в каунас и было 3 да 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 и то мы как в этот момент не оглашали чтобы и а и и и и и и и Это непослушный. Ты бы хотела когда-нибудь, если бы была машина времени, перемешать? Ты знаешь, я бы, наверное, хотела переместиться, но в качестве невидимки. Я бы в качестве царя тут. А, нет, там тоже не особо ласково было. Я бы хотела путешествовать по времени, но при этом вот как бы быть в этом времени, но чтобы я была нематериальна, скажем так, чтобы на меня не могли дотронуться, чтобы мне не могли причинить вред. Как красиво сделано. Это реконструкция получается. То есть мы сейчас находимся вот здесь, во внутреннем боли. И нам идти, как вам сказали, вот сюда, сюда и сюда. А тут у нас внутри. Здесь, наверное, знать жила. Реплика, а здесь. Реплика, а здесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шахматы. Как ты думаешь? Ну, ладья. Пешка. А вы ничего не понимаете. Смотри, это начальница. Красиво. Вот видишь, вот это вот готический стиль. Вот эти вот арки. Почему я тебе говорила, в той церкви явно не христианская церковь, потому что вот эти вот арочки. Ну, я не знаю, как правильно это называется, но вот арочные своды. Они именно... Ты же читала, хотите всегда, да, стиль котика? Ну, вот здесь я была права, или я ошибалась, не пошла. Такое красивое. Слушай, читай. Комната книги. Я же читала, я ищу свою спальню. Ага. Я пришла в свою спальню. Так. Одновременно это и резиденция князя. Во дворце князя находится 10 залов, в которых проживала вся семья и гости. Судя по археологическим находкам, в этой комнате останавливалась князья. Во всех живых помещениях звездчатые своды. А, ну вот звезды, арочные звезды, звездчатые. Нервюрные они еще. Звездчатые, нервюрные. Все заловы похожи. Все? Ну, это волок. Салют. 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 Так. Ну, это мы на каком этаже? На третьем? А это по ходу четвертый. Но, наверное, туда хода нет. Там, где голуби. И самую башенку. Да. Салют. Давай буду идти. Читаешь? Салют. 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 Великое Литовское княжество было одним из самых больших государств в городе. А Тракай – одним из основных военных, политических и экономических центров. Все было собрано здесь. Тракай находилась в государственное познание. Сохранилась медленно. В архивные документы, канцелярии. Политическое значение города было обосновано быстрым городом. Город был многонациональным. Здесь находились храмы различных конфессий. Католический костем. Католический костюм. Католический костюм, православные церкви. Мусульманская мечеть. Ничего себе. Приблизительно в 1409 году город получил право в Магдебург. Магдебургское право самоуправления и развитие этого. Была построена ратуша. Вокруг ратуши обосновались ремесленники и пульсинники, как обычно. Фотографии направили не только в Тракар, но отправили в Гамбург, Лейпциг, Прагу, Ригу и другие города, Польша и Руси. В Тракаре было около 400 жителей. Немного. Хотя, в принципе, для маленького городка может быть много. Для вот этой крепости. А, крепости очень много же. В начале 16 века Прагай упрадил былое значение. Его заменяет Вильнюс. И по сей день остается. В Сиргизмунтапус напал здесь, в Тракаре, в летнюю резиденцию. Ну, дача здесь хорошо, отдыхательная, на водичке. Красиво. С 1413 года Сиргизмунтапус стал административной в Миндзе. Центром Валентинства. Слушай, какая маленькая ножка была. Посмотри. И в випотеке. 20 размер. Ну, прямо как я. Это вот как у Юли моей. Может, сухлая кожа просто. Ага. И вот этот самый, и каблуки сушился, и длина сушился. Нет. Ну, просто, а может быть, хотя бы на ребенка какого-то шею. Как вариант. КОНЕЦ Показывает экспозиция, насколько разные здесь были вероисповедания. Ну, то есть, вот христианство, вид, иудизм. Это явно арабские мечи. 73-й год. Слышишь? Год на его рожде. Год нашего рождения. А, здесь же кирпичики. Ничего себе. Ну, ты касаешься, да? Кирпичика как делали. А, ну да. Прикольно. Я там читала, что начали сильно грабить для строительства домов. А, ну, разбирали себе домов. Добавил субтитры Ничего себе, ничего. Готünden кирпичики как делали больше, безроки. Вот еще раз. Субтитры備, мы есть... Игорь, мы podr Uno. Еā�, мы приезжали и из-за того, чтобы достичь... Иф, приспликать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как-то так, слишком Слишком дорого Ой, горшок, смотри А, это с двух сторон У каждого свой горшок Таня, любимые твои веера? Таня, любимые твои Таня 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 Ой, прям мне вот эти росписи, эти, напоминают Мадонну, да, как сервизы Мадонна. Ну, это вот как раз ты считаешь, вот сейчас вот здесь. Вот бы подсобирать чуть-чуть, и как раз я бы себе монетку в подарок смогла купить. А интересно, наверное, тоже в очередной раз нужно попасть в центр этого самого горшка. Видишь? Ну, да, 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 вот по преданию, ты же все в основном на телефоне. Видишь, люди попадают. Ну, немного, больше промазывают. Ну, они еще кости положили, слышишь? Ну, видишь, рука. Вот мы и закончили экскурсию. Купили себе янтарика. Вообще не думали, да? Даже не ожидали. Да, но не в этом суть. На самом деле, несмотря на то, что цена билета все-таки 8 евро, ну, как бы немаловасенько, но... Класс! Просто вот класс, несмотря на то, что мы, ну, не брали экскурсоводов, экскурсоводам 18, да, там было написано. Вот, ну, во всех залах есть... На русском что-то, описание чего-то? Да, какое-то описание, то есть можно взять нататочек, почитать его спокойно. Ну, на самом деле, у меня, например, охренительный, пардон за мой, за лексикон, впечатление, потому что действительно очень классно. Очень классно, очень чисто, очень... Во-первых, тепло, мы там ходили постоянно раздетые. Хорошо, комфортно, много интересной информации. Много информации. Дочитаем потом уже, может быть, всего по чуть-чуть. Да, если у нас получится сейчас еще попасть в два места, ну, в общем, посмотрим, если у нас еще денег хватит. Хватит, нам покушать еще, нам покушать. Ну, в общем... Я переживаю... Покушать. Заживу, да. Мой ночной костюм? Где? Вот. А, да, точно. Оксана в ночном костюме. И он будет мне говорить, давай, крути педали, сколько можно, не ездит. Это у меня... Ты понимаешь, тут продолжение, посранделю. Такой, а давай, крути педали, а давай, крути педали. Вот такой ррипет. Старенький, ржавенький. Такая, типа, набережная, проволочная. Старантики вечерком каким-то, да? Так, ну, у нас, получается, елки, да, мы снимаем елки, 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 и это тракайская елка. Какие они урбанистические у них, да? Вот скажи, вот вообще, не то, что у нас там шарики, фонарики, крестики, звездочки. У них каждая своеобразная. Да, это представляешь себе, это будет же... А власть и свои украшения. Да. Ну, тут же будет же светиться это все. Да, очень красиво будет. Когда вы побываете в музее на острове, обязательно не выбрасывайте входной билет. По этому билету вы получите 50% скидку на исторический музей. Вход в полуостровной замок. Нам он обошелся в 1,5 евро вместо 3. В центре города вокруг прибрежного холма между озерами Гальви и Лука расположился замок на полуострове. Один из самых больших замков Литвы построен в XIV веке во времена правления князя Киевского замка. Ну, вот мы и на замок на полуострове. Ну, здесь идут активно ремонтные работы. Поэтому, наверное, в следующий раз. Я так думаю, что, ну, не раньше лет так, через 3, наверное, года через 3-4. Потому что... Столько мостов, столько мы сегодня перешли. Ага. Надо было желание загадывать, да? Да. Ага. Вот она и... Ну, она полностью реставрировалась, получается. Таракайский полуострововый самок. XIV-XV века. Ну, он полностью разрушен. Пока еще, я так понимаю, ничего не восстановлено. Ну, тут не серьезно. Где мы сейчас? Все закрыто. Где мы, да? Ну, вот по башне, да? Вот по башенке были восстановлены. Какие бы из них. Вот там вход. Нет. Вот здесь вход, вот. То есть, ну, по идее, вот один вход. Мы зашли здесь такого... Ну, опять, потому что ничего... Вообще его нету. Было восстановлено, да? Нет, я думаю, что его вообще нету. Думаю, что это вот там вот. Как вариант. Может, вот этот вот холм, это и был. Как вариант. Поняла? А вот этого уже нету. Просто вот этого уже нет. Есть только вот эта. Вот эта часть. А это вот мы проходили. Получается, отношенный холм. Не могли же холм снести такой здоровый? Полуостровной замок построен в то же время, что и островной замок на рубеже 14-15 веков и вместе с основным замком и другими фортификационными сооружениями и мостами когда-то входил в общую оборонительную систему города. Окружали замок внушительные крепостные стены, входящие 11 башен. Во время русско-шведской войны замок сильно разрушили, а после войны передали повладение монахам-доминиканцам, которые частично его восстановили и основали в нем монастырь и часовню. В 19 веке монастырь был закрыт. Строение передали в нужды городской администрации и на территории замка разбили городской парк. Сегодня все помещения полустровного замка занимают Тракайский исторический музей. Здесь находится администрация, подсобные помещения музея и небольшая экспозиция, посвященная истории монастыря. Во дворе полустровного замка проводятся исторические праздники и фестивали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот нам бы такой колокольчик на йога-нидру. Можно, не? Я уже дзинкнула, потом спрашиваю, можно ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, Боже, я испугалась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доминиканский орден был основан во Франции в 13 веке И уже тогда первые доминиканцы прибыли в Диму Еще в 1251 году доминиканец Святой Ярдсок Доминиканцы принимал участие во время крещения короля Нинюкоса Основная часть доминиканских монастырей в Великом Хаминском Липовском была построена в 17 веке В середине 17 века в независимой литовской доминиканской провинции Святого Ангела Хранителя действовало 12 монастырей и 155 монахов В Таракайском районе доминиканцам принадлежал реконтайский костюм Действовали два доминиканских монастыря Один в Волгуштар Третья, а второй в Таракай В подвороте которого мы сейчас и находимся Я коротко расскажу вам его историю Доминиканцы получили право обосноваться в Таракай в 1678 году Спустя 10 лет Таракайский воевода Марсан Александр Агинский По завещанию оставил большую сумму на строительство Доминиканского костюма и монастыря Однако из-за сопротивления местных боях Проектирование нового кирпичного костюма началось только в 1779 году Таракайские доминиканцы обратились по этому вопросу Известным архитектором того времени Аугустиносу Касалскасу и Мартину Кнаткусу В 1822 году Благодаря хрустениям приором монастыря Людмила Кунстуса На это костюма были перестроены Южный монастырь Сей корней Марионский костюм Который через своего небольшого размера Называется Часовной 4 августа 1822 года Часовная была оснащена военность В 1822 году Работа в Таракайках В 1822 году Закончить строительство Не мешало нашествия Утроемной акции Только в 1823 году В 1823 году Известный 11 кимик, Который проживал 15 монастыря И на старых детского школы В 1823 году Который притворили Профессор Циаминский наук Старший монастыря Людмила Главискис И еще с северо отцов Доминиканцев В 1864 году По приказу русской царской власти Монастырь был закрыт После поселения доминиканцев из Тракайского монастыря, здания монастыря были реконструированы и переданы в различных учреждениях. Полицейскому управлению, квартирной комиссии, городской градуши, судебному архиву. В советские годы здесь находились учреждения, ГДБ, улицы, содержались полицейские. Сейчас в бывшем монастыре обосновалась администрация Тракайского исторического музея. В часовые вы видели нарисованные на стенах алтарей. В других помещениях тоже имелась монастырная росла. В другом корпусе монастыря сохранилась отреставрированная пресска потолочного плафона, изображающая святого домика. Сохранилась и печать «Братство Геннадзе», датированная в 1709 году. Заходите к нам еще. Посетите другие экспозиции. Музей краевского народа имени Сирая Шапшала, Тракайский островный замок, замок музеев Витебинкой. До встречи и до благословит вас Господь! Ой, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не могли в такой пас нужный день себя не порадовать. И зашли в кафешку, в музей авторского шоколада. Ну и конечно же, мы себя чуть-чуть побаловали. Вот это слегка. Сейчас мы будем оценивать ситуацию. Да, вкусняшки, сладости, авторский шоколад в таком интересном заведении. А с чего бы начать? Что у нас здесь много белых? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok